Это такая угроза есть, я не скрываю, но она не готова себя свести в широкомасштабную войну, а скорее всего готова вести несколько больших военных провокаций, максимум на трех участках фронта. Мы это тоже прекрасно понимаем, у нас довольно опытные офицеры и как сказал когда-то маршал Советского Союза Жуков, противник может поступить только так, но не иначе, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась на фронте. Так вот эти вот только так, мы это уже видим сами и прекрасно к этому готовы. Другой вопрос, что очень сложно просто определить, что такое провокация, что такое война. Вот 50 танков это провокация или это война? Наступления пойдут. Война. А Украина скажет, война это 100 танков, а 50 нет. Четырехчасовый обстрел в Горловке это война или провокация? Так вот, грань между провокацией и войной здесь лучше наиболее сложна. Поэтому, отвечу сразу, даже такая провокация, 50 танков мы будем считать войной. И исходя из того, что мы считаем это войной, мы будем действовать по тому сценарию, по которому мы готовились к ведению широкомасштабных боевых действий. Поэтому были учения проведены, недавно они закончились. Я прекрасно понимаю, что наши жители тоже этим недовольны, но армия должна тренироваться. В первую очередь мы должны понимать систему безопасности мирного населения. Это на это работалось. Учения прошли хорошо, оценка 4, никогда не бывает 5. Но это были первые такие в ДНР. Мы готовы ко всем провокациям и готовы к ведению широкомасштабной войны. Не буду говорить, что это будет легко. Никогда вам не обманывал. Говорю правду. Это будет действительно, в нашем районе, решающий бой. Но рано или поздно, если это случится, мы должны просто к этому быть готовы. Мы к этому готовы. Можно?